Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Сегодняшняя тема видео это бессмертие. Каждый из нас наверняка понимает, что мы хотим жить вечно. Но на самом деле мы и живем вечно. Только тело это как оболочка персонажа, которую мы используем в игре. И она, конечно, через время приходит в негодность. Приходит в негодность почему? Потому что мы обращаемся с ней несколько неправильно. И есть упоминания в источниках и знания об этом, что тело может действительно тоже жить вечно. Точно так же, как и дух, душа. Если мы будем правильно и корректно его использовать. Что же я подразумеваю под этим правильным использованием? Это, конечно же, не загрязнение его какими-то токсинами. Ну, я уже не говорю про алкоголь, лекарства или наркотики. Это понятно наверняка и всем, что это влияет негативно на организм. Сюда относится и питание. Оно тоже приводит к старению тела. Поэтому чем меньше человек кушает, тем меньше он стареет. И, конечно же, очень важный процесс – это духовное очищение. Потому что у нас есть в теле, конечно же, определенная энергетическая структура. И вот она тоже может меняться. Когда мы делаем энергетические практики, духовные практики, очищаем тело, даем ему возможность наполняться этой энергией, то тогда тело, конечно же, оно становится таким энергичным, оно становится здоровым, оно очищено. И вот поэтому очень важно уделять время этим практикам. То есть очищать сознание, ум и тело. То, что касается очищения тела, это, конечно же, я говорил уже, то есть это делать то, чтобы тело не загрязнялось с помощью каких-то веществ. То есть это корректное питание, неупотребление ядов и очищение, например, в сауне, в бане. Это очень помогает телу избавиться от токсинов. Также любые процедуры, которые будут направлены на очищение тела. И получается, бессмертие, оно может прийти тогда, когда человек знает, когда он верит в это. Потому что если нас убеждают, что тело стареет, что оно будет умирать, то, конечно же, человек, поверив в это, начинает ухудшать свое состояние. И вот так он шаг за шагом идет к этому ухудшению состояния. И прежде всего, вот это ложь в том, что тело будет болеть и умирать. Эта ложь закладывается еще с самого детства. Родители передают ее детям, потом дети дальше и дальше. И в областях между жизнями, о котором я рассказывал в своем прошлом видео о прошлых жизнях, как раз тоже происходят эти установки о том, что у тела есть определенный срок. И когда этот срок выйдет, то оно перестанет быть здоровым и умрет. И вот пока мы верим в это, верим в смерть, верим в то, что тело стареет и приходит в негодность, то мы сами поддерживаем эту мировую ложь. И самое первое, конечно, что важно, это очистить свое сознание и избавиться от этой лыжи. Я помогаю людям убрать вот эти негативные постулаты, которые влияют на жизнь человека. То есть я помогаю им заглянуть в прошлое и посмотреть, откуда они образовались. И эту практику можно делать даже самостоятельно. То есть погрузившись в состояние медитации, посмотрите, откуда берутся вот эти суждения, что тело будет болеть, что оно умрет. И вот вероятно, вам придут какие-то случаи из прошлого, где это у вас было, где вы получили вот эти, ну скажем так, негативные постулаты, поверили в них, согласились с ними. И тело при этом начало болеть и, ну, начало постепенно приходить в негодность. И вот когда вы увидите это, то важно эти случаи вновь воспроизвести и перепрожить. То есть не уклоняться от них, не подавлять, а наоборот, как бы усилить, посмотреть, что там. И вот тогда, когда вы воспроизведете это в полной мере, когда уйдет негативный заряд, наступит принятие, они перестанут влиять на вашу жизнь. И вы увидите, почувствуете, что наступило облегчение, и что эти негативные постулаты больше на вас не влияют. Если что-то самостоятельно не получается, не выходит, то вы можете мне написать, и мы проведем консультацию, где я помогу вам справиться с этим состоянием, и помогу настроить вашу жизнь таким образом, чтобы вы не болели, и чтобы ваше тело очищалось, и чтобы оно действительно было энергичным и здоровым, и чтобы дух, душа, ум, тело были в гармонии, что немаловажно. Потому что когда они в гармонии, то вы действуете как единое целое. То есть единое целое. И получается, в результате вот этих действий, в результате процессинга, который я провожу человеку, наступает исцеление. То есть человек возвращается в целостное состояние. Вот это очень важный момент. Когда вы в целостном состоянии, то вы можете жить счастливой жизнью, и поддерживать свое духовное и телесное состояние, в состоянии таком, что вы будете хотеть жить, и, соответственно, вы сможете расширить ваше сознание до безграничных пределов. То есть рамки вы ставите себе сами. И я помогаю эти рамки убрать и достичь действительно состояния, когда вы поверите в то, что вы бессмертное духовное существо, и вы будете четко знать об этом. Не просто вера на слово, а четкое знание и понимание этого. На этом, друзья, мы будем заканчивать. Если видео было вам полезным, то ставьте отметку «Нравится», это палец вверх, колокольчик для напоминания новых видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали ранее. Добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все мои контакты будут указаны под этим видео. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, он тоже будет им полезен. Если вы захотите поддержать канал, то реквизиты указаны под этим видео, а также указаны мои книги, и вы их можете прочитать, узнать больше о том, как можно исцелять себя и как можно улучшать свое состояние. А пока посмотрите видео, которые появились у вас на экране. Там больше о процессинге счастья. Вам всего доброго и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok